Первый месяц 2024 года, январь, уже подходит к своему завершению. Это значит, что пришла пора посмотреть в будущее, заглянуть туда и узнать, что же нас ждет в феврале месяца. Об этом и будет сегодняшнее видео. Прежде чем я вам расскажу топ-5 событий февраля, что начнется, а что не закончится, подпишитесь на мой канал для того, чтобы оставаться в курсе актуальных новостей. Первое и, пожалуй, главное событие будущего месяца, это, понятное дело, закон о мобилизации. Я думаю, эта тема волнует практически 100% населения Украины. Мы помним, какая шумиха поднялась, когда документ внесли, загрессировали в Верховной Раде, вот эту жуть кошмарную, которую в итоге решили переделать. Что планируется в этом законе, пока что на 100% сказать трудно, потому что ходят разные слухи. Известно только то, что регистрировать и вообще начинать рассматривать законопроект в новой его версии планируют 6 февраля, это день, когда начинается новая сессия Верховной Рады. В общем-то, новая сессия начнется с самой жести. Споры крутятся, в принципе, вокруг трех основных пунктов. Первое, это вопрос до мобилизации. 36 месяцев, год, 24 месяца, по-разному хотят и предлагают депутаты. И какой в итоге будет вариант, непонятно. Следовательно, дальше идет у нас вопрос с так называемыми ухлянтами. В первой версии законопроекта хотели людей, мужчин, которые выехали незаконно-законно за границу, которых там исчисляет столько в одной Германии, по-моему, что-то 500 или 400 тысяч человек, хотели в первой версии законопроекта прижучить всех тех, кто посмел уехать из страны, забрав возможность посещать посольство, например, обновлять свои документы, финансовые санкции различные. И другие ограничения думали вводить, но что на самом деле сейчас происходит, какой план по этому пункту, непонятно, потому что одни источники говорят в правительстве Верховной Раде, что не будет никаких таких прям жестких ограничений или же их вообще не будет. Другие же говорят, что решили оставить то, что было в первой версии законопроекта. Что получится в итоге? Мы будем смотреть в любом случае мое личное убеждение, что любое наказание, в принципе, да, любое наказание, которое может быть финансовое, какой-то запрет ходить, обновлять документы в посольство и все остальное, негативно повлияет на тенденцию по возвращению людей в Украину. В принципе, и так люди, которые пожили в Европе, увы, решили большинство оставаться там, продолжать жить в Европе, а тут еще и выходят и говорят, ах ты такая зараза хорошая, плохая, что ты делаешь, почему ты не в Украине, мы сейчас тебя прижучим со всех сторон. Но мотивации к возвращению мало остается, поэтому будем смотреть. И третий момент по этому законопроекту, это третья группа инвалидности. Ее хотели изначально убирать, потому что, и вообще хотели убирать все группы инвалидности и оставить решение за военными этими лечебными комиссиями, которые бы там смотрели по определенному списку заболеваний, и ты подходишь или ты не подходишь для военной службы, и во время войны в том числе. Поэтому этот вопрос тоже остается открытым, поскольку вроде как согласились оставить третью группу, но опять же все ходит вот так, 50 на 50 везде. Кто-то говорит, что оставят так, как было, не будут трогать третью группу, и вообще никакие группы никто не будет трогать. Другие же говорят, что все-таки ведут вот эту вот историю с списком болезней, которые 100% не подходят для службы в армии. Ну и болезни, которые ты там, если что, переживешь. Ну если повезет. По мобилизации это все. Я думаю, законопроект в его каком-то новом виде ждет вся страна буквально. Я тоже жду, мне интересно посчитать, что там придумали такое, и что нас вообще с вами ждет. И также момент состоит в том, напомню вам, что закон сам вступает в силу только через месяц после того, как за него проголосуют и как его подпишет президент, насколько я понимаю. Потому что не будет так, что президент подписал, его опубликовали в официальной прессе, и все, он на следующий день вступил в силу. Нет, такого быть по идее не должно. Тоже, кстати, непонятно, что будет в итоге, сохранится ли тоже эта норма и предложение. Остальные инновации февраля, по сути, будут касаться социальной всей сферы. Допустим, пенсии в феврале 2024 года должны пересчитать отдельные пенсионные выплаты после того, как в январе увеличился показатель прожит минимума. По состоянию на 1 февраля минимальная пенсия будет оставаться на уровне 2361 гривны, а максимальная на уровне 23610 гривен. И также во второй половине февраля станет известно о конкретных цифрах индексации пенсии, которая должна быть реализована, начнется реализовываться с 1 марта. И всего будет три этапа повышения индексации пенсии. В целом, после трех индексаций, которые проведут в нынешнем году, средняя пенсия должна повыситься до 6000 гривен. Следующая тема февраля – это переселенцы, потому что с 1 февраля выплаты для ВПС сохранят только 170 тысяч переселенцев. Сейчас же денежную помощь получают 2,5 миллиона переселенцев. Это из тех, кто официально зарегистрирован. Кто останется без выплат? Останутся все те, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты только до 1 февраля. Тем, кто находится за границей более 30 календарных дней без официальных, положенных на то причин. Тем, кто вернулся в заброшенное место жительства и лицам, отбывающим наказание или осужденным за коллаборационизм. Вот такое изменение нас ждет. Экономим, как можем и на ком можем. Четвертый пункт – это коммуналка, отключение света и все, что касается нашего быта и наших благ человеческих. Украинцам, которые накопили долги за газ, начнут отключать эту коммунальную услугу уже с 1 числа. Об этом сообщает нам Союз потребителей коммунальных услуг. Напомню, что перед Новым годом под елочку Кабмин тихонечко себе отменил мораторий, который ввели после начала полномасштабной войны. Он запрещал отключать потребителям коммунальные услуги за неуплату, а также взимать с них неустойки из-за неполного или из-за несвоевременной оплаты коммуналки. Теперь эту норму убрали, и если вы вдруг не заплатили или задолжали, готовьтесь к тому, к сожалению, что вам могут отключить свет, а где-то даже газ. Но, по идее, это не должно сразу касаться всех регионов. По крайней мере, на данный момент с предупреждением о возможном отключении газа выступил Кременчук. Газ в регионе планируется следующего месяца ограничить подачу голубого топлива должникам. Глава правления компании говорит, что никогда в городе не образовывалась такая задолженность за коммуналку из-за газ конкретно, как это случилось в течение двух лет военных последних. До войны долг составлял около миллиона гривен, а сейчас эта цифра выросла в 12 раз. Причем 75% населения платит за услугу, а 25% нет. На одного человека максимальная сумма приходится в районе 3-4 тысяч гривен долга. И при этом большая часть должников проживает именно в частном секторе, а около 600 тысяч гривен долга накопили жильцы многоэтажных домов. Ну, тут, наверное, причина в том, что в частном доме ты платишь больше за газ и за свет. Соответственно, если вдруг у тебя образовались финансовые проблемы, ты попросту уже не можешь каждый месяц выплачивать по 5 тысяч гривен за свет, как и вот есть такие случаи. Я думаю, что некоторые люди платят гораздо больше в частном доме за свет и за газ, у кого этот газ есть в доме. Но не будут отключать просто так. В понедельник в 8 утра изначально потребителям направят извещение о необходимости погасить свои долги. Им предоставят сроки для внесения сумм либо реструктуризации своего долга. Ну и каждый случай, по идее, должен рассматриваться в индивидуальном порядке. Этими вопросами будет заниматься структурное подразделение компании. Интересно также то, что нет одного другого региона, из Украины ни один город пока что не сказал, что мы начнем с 1 февраля или с 1 марта отключать газ тоже вам, как это сделал Кременчук. Ничего не понятно. Понятно только то, что свет с 28 января, по-моему, начинают или с 29-го отключать должникам Киева и Днепропетровской области. Это компания Ясна, которая как раз-таки контролирует эти два региона. Тоже за долги. Ну вот так вот все для нас. И последняя новость, которая касается февраля, это у нас Окрпочта и лекарства. На деоккупированных и прифронтовых территориях планируется реализовать проект Окрпочта Лики. И пилотный запуск состоится как раз 1 февраля. Смысл в том, что Окрпочта получает лицензию на продажу определенных лекарств у себя в почтовых отделениях или в мобильных или в стационарных почтовых отделениях. И в Мининтеграции говорят, что благодаря такой инициативе получится в течение только первых полугода 24 года решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины. То есть за полгода, по идее, должно измениться как-то все это состояние с продажей лекарств, особенно в регионах, где, возможно, трудно довести необходимые медикаменты. Для того, чтобы инициатива заработала на полную мощность, нужно не только, чтобы Окрпочта получила лицензию на продажу лекарств, но и нужно найти помещение для открытия первого склада или тоже, который будет работать с лицензией в Киеве. Также в этот склад уже ищут, набирают фармацевтов, потому что именно врачи имеют право продавать лекарства как по рецепту, так и без него. Почтальон этого делать не имеет права. Ну вот такая вот новость последняя у нас получилась. Ну хотя бы что-то хорошее все-таки есть, потому что так вот такая навала получилась 4 из 5 новостей, которые вообще как-то не заставляют улыбнуться. Что первое, что второе, что третье, что четвертое. И, конечно, пишите ваше мнение насчет тех новостей, которые я вам озвучила. А у меня на сегодня все.